Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, как один автомобилист на встречной полосе не заметил другого. У меня останавливается автобус, я заворачиваюсь. Я думаю, Моргавич как раз ехал. И к чему это привело? Спустя час после третьего налета. Какое орудие применяли? Задержан подозреваемый в ограблении микрофинансовых организаций. Был ли обман? Что-то у нее там выкупает какой-то товар, потом какой-то товар у нее окупится, тогда вернет. Уговорила, чтобы супруга моя записала расписку на 3 миллиона, типа маме показать. Как родственники не поделили 29 миллионов рублей. Это и не только прямо сейчас. Не поделили дорогу и вылетели с нее в одно мгновение. Мерседес и Ки-Рио столкнулись на проспекте Ибрагимова. Один из автомобилей поворачивал налево, и когда пересекал встречную полосу, там вдруг появилась машина, которая ехала прямо. Кто кому не уступил, и почему водители не смогли разъехаться, ответы на эти вопросы знает Альбина Минебаева. У меня ездит, а ну вы зеленый. Ну в смысле, мне можно было поворачивать. Оба автомобиля двигались по одной и той же улице, только в разных направлениях. Ки ехала прямо, тогда как Мерседес встал на перекрестке, чтобы повернуть налево в сторону улицы Волгоградская. В момент поворота и произошел удар. Я ее поздно заметил, без автобуса не видно будет просто. По версии водителя Мерседеса, он повернул, как только дождался разрешающего сигнала светофора, владелец Киежа считать, что также ехал по правилам дорожного движения. Своё видение ситуации оба рассказали уже сотрудникам ГИБДД. У меня останавливается автобус, я заворачиваю. Я думаю, Моргавич как раз ехал. Машина потом уже заметила за автобус. Если автоинспекторы докажут, что Ки ехала уже на запрещающий сигнал светофора, то виновником происшествия, скорее всего, признают именно водителя корейской иномарки. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Страшная авария произошла сегодня ночью на улице Куяшлы в поселке Петровский. Там Лада Гранта столкнулась с Тойотой. Как оказалось, 20-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Удар оказался такой силой, что автомобиль развернул. А в результате аварии погибла 20-летняя пассажирка Лады. На трассе в Бугульминском районе столкнулись с легковушкой и автобус, который совершал рейс из Уфы в Казань. Столкновение произошло в тот момент, когда водитель автобуса вылетел на встречную полосу. Там он в лоб в лоб столкнулся с иномаркой. На момент удара в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Но ни один из них не пострадал, а водителю и двум пассажирам иномарки понадобилась медицинская помощь. Со слов водителя автобуса, причиной столкновения послужили заклинившие тормоза. Пассажиры, который пытался улететь из Москвы в Нижний Камск, сняли с рейса. Мужчина устроил дебош в самолете. Изначально пьяный пассажир вел себя агрессивно по отношению к экипажу самолета, а после них переключился уже на остальных людей. Когда его вежливо попросили покинуть салон, он устроил скандал. Усмирить Аведя Башира пытались всем самолетом. Успокоить неадекватного мужчину смог только один из пассажиров, силой усадив его в кресло. Из-за выходки дебошира вылет задержали. А за свой поступок хулиган был снят с рейса. По горячим следам полицейским Нижнекамску удалось задержать 32-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрофинансирования. Деньги мужчина требовал отдать, угрожая ножом. Позже сотрудникам полиции он объяснил, что грабил из-за азартного пристрастия. С подробностями Сергей Хайдаров. На каждое разбойное нападение с новым оружием, но всегда это был нож. Он сознался, что врывался в офисы микрофинансирования и под угрозой расправы требовал деньги сотрудниц офисов. И те, испугавшись за свою жизнь, отдавали все до копейки. Таким образом, за три дня ранее судимому 32-летнему мужчине удалось ограбить три офиса микрофинансирования и заполучить порядка 45 тысяч рублей и один мобильный телефон. Действовал подозреваемый по одной и той же схеме. Для него главное было запугать. Но испуганные сотрудники центров тут же сообщали в полицию, благодаря чему задержать подозреваемого полицейским не составило труда спустя час после третьего нападения. К тому же его запечатлели камеры видеонаблюдения, но у мужчины на руках осталось меньше трети похищенного. 12 января спустя час после очередного преступления он был задержан полицейскими. У него была изъята часть похищенного, небольшая сумма денег и сотовый телефон. Свою вину мужчина признал полностью. Пояснил, совершал преступление в надежде на очередной выигрыш. Он был завсегдата букмекерских контор. Играть любил, но средств на увлечение не хватало. Да и до этого зарабатывать честно он не всегда стремился. У него за спиной уже две судимости за мошенничество и кражу. Теперь к его послужному списку может добавиться еще и разбой. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, вызов 112. Было ли мошенничество? В советском суде Казани рассматривается дело о мошенничестве на 29 миллионов рублей. Среди пострадавших родственники и друзья подсудимые уверяют, что верили, но ни процентов, ни своих денег не получили. Муж подсудимый уверен, что судят совсем не тех и никакого обмана со стороны его жены не было. Нафиса Минязова с подробностями. Он не говорил, она велела не говорить ему. Только супруге не говори, супруге не говори. Она постоянно приходила, часто приходила к нам. В неделю несколько раз с нами приходила. Приходила домой пила чай, а затем по дружбе просила у ее мужа помощи в бизнесе, рассказывает супруга потерпевшего. Только эта помощь оказалась материальной. Все раскрылось, когда мужчина понял, он стал жертвой крупной аферы. Отдал свои деньги под большие проценты, но кошелек потерпевшего не пополнился. И то, что вложил, вернуть до сих пор не может. Всего в деле шесть потерпевших, но сумма ущерба составляет 29 миллионов. Люди, веря в дружбу и родственные связи, вкладывали все, что было в бизнес ныне подсудимой Венеры Набиулиной. Что-то у нее там выкупает какой-то товар, вроде бы, да. Выкупает товар, а потом как товар у нее покупится, тогда вернет. Вроде так, поняла я. Человек не чужой, да и сулила большие проценты. К тому же женщина, говорят потерпевшая, поддерживала образ успешной бизнесвумен. Жила на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем. Только как теперь уверены инвесторы, все это было на их деньги, возвращать которые женщина не спешила. А вот муж подозреваемый убежден, на скамье подсудимых должны быть те, кто выступает в роли потерпевших. Он говорит, что ее просто клеветали из-за зависти и алчности. Мол, расписку о том, что она взяла взаимы крупную сумму, женщину просто вынудили написать. Уговорила, чтобы супруга моя записала расписку на 3 миллиона, типа маме показать. И моя, что там, у любого предпринимателя тяжелая ситуация. Нервные потрясения взяла и присутствие своего брата написала, дала. Они тут же на суд подали. Сама же женщина свою вину не признает, а каждому лично пообещала, все вернет. Объясняет сложившуюся ситуацию с падами в бизнесе. Сейчас, говорит, занимается производством и продажей текстиля, а в предпринимательской деятельности она уже с 90-х. Она часть процентов кому-то выплачивала, проценты, но суммы общие, которые брала, не выплатила. Сегодня на судебное заседание явились только часть потерпевших, и опросить суду удалось не всех. В следующий раз они обещали собраться в зале уже полным составом, чтобы максимально ускорить слушание дела. Нафиса Минязова, Динара Камалова, Азат Семигулин. Вызов 112. Целая серия пожаров, некоторые с трагичным итогом, произошли в набережных Челнах и Тукаевском районе в минувшие выходные. Горели частные дома, дача, автомобиль. В огне погиб один человек. Лина Зинатулина о трагедиях. Деревня Бурды Тукаевского района, 9 часов вечера. Из-под кровли частного дома идет сильный дым, окна и двери были закрыты. О возгорании спасателям сообщили соседи. Пожарные, проникнув в горящее жилье, обнаружили тело 61-летнего мужчины. По словам сестры погибшего, она навещала его в этот день. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный гражданин пожарный был вынесен на улицу, где медики констатировали смерть. Предполагаемая причина смерти — отравление в горном газе. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Жилой дом застрахован. Наиболее вероятной причиной пожара послужило нарушение правил техэксплуатации электрооборудования. Чуть раньше на проспекте Мира в районе остановки 6-й комплекс загорелась лада 14-й модели. По предварительной информации огонь вспыхнул в моторном отсеке. К приезду спасателей машина сгорела полностью. Никто не пострадал. Проверкой было установлено, что автомобиль принадлежит жителю города Наверное Челнов. В настоящий момент транспортное средство снято с учета и подлежит утилизации. И предполагаемая причина — неисправность электрооборудования транспортного средства. Двумя днями ранее на пульт спасателей поступило сообщение о горении баня в деревне Евлева Тукаевского района. На момент прибытия пожарных сооружение было охвачено огнем. Вскоре он перекинулся и на рядом стоящий дом. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 47 квадратных метров. Спустя несколько часов подобное ЧП произошло в Содомом обществе Заря. А ночью загорелся дом в поселке Сидоровка. Сгорел деревянная обрешетка кровли и утеплитель одноэтажного частного дома. Выполнен из деревянного бруса. Снаружи обшит силикатным кирпичом кровли металлическая по деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Жертв, значит, нету. Причина является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. А на улице Александрово в частном секторе огонь вспыхнул в кирпичной надворной постройке размерами 6 на 4 квадратных метра. Под одной крышей находились гаражи и баня. Пожар начался в парильном помещении. Предварительная причина – неисправность дымохода печи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Лина Зинатольевна, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова